Я хочу прокомментировать пару вчерашних вопросов. Я хочу объяснить два английских слова, которые имеют греческое происхождение. Экзегезис. Это означает извлечение из текста то, что там находится. И изогезис. И изогезис, это когда ты прочитываешь в тексте то, чего там нет. Все понимают это? Да. Нашей задачей в понимании Библии является помощь Святого Духа делать экзегезис. То есть, внимательно читать и обращать внимание на контекст. И возникает вопрос. Например, когда с неба сошло полотно в видении Петра? В 10 главе Деяний. Когда полотно сошло с небес? Три раза. В 19 стихе Петр размышлял о видении. То есть, Петр, он еще не понимал, что видение значит. Затем мы видим, что к нему приходят люди, посланные Корнилием. В тексте нет ничего, что бы говорило, что Петр думал, что Петр должен быть что он сейчас свободен кушать свинину. То есть, в видении ничего, то есть, в тексте, в тексте нет ничего, что говорило бы, что с этого момента Петр понял, что можно кушать свинину. Но в христианской истории есть такое мнение, что теперь Петр, он мог кушать свинину. Но этого нет в тексте. Этого нет в тексте. В более широком контексте, в культурном контексте, в смысле понимания, что значит быть нечистым, невероятно предположить, что Петр мог это понять, что он может кушать свинину. То есть, евреи, они бы не захотели кушать такие вещи. То есть, у них в культуре этого не было. Это приблизительно, как вам кушать червей. Кто бы хотел кушать червей? Поднимите руку. Поднимите руку. Один человек только. В Африке кушают червей. И это очень вкусно. Их нужно жарить в оливковом масле. Я задаю вопрос. Почему человек хочет верить, что этот текст говорит, что Петр мог кушать свинину? Почему церковь пришла к такому пониманию? Почему они хотели верить в это? Потому что они хотели верить, что нет значения, чтобы быть евреем. Они верили, что большее неважно, не имеет значения, чтобы быть евреем. То есть, что больше не имеет значения. То есть, это как бы больше, ну, такого особого значения, чтобы быть евреем, не имеет. То, что Петр, например, если бы Петр ел свинину, это бы означало, что еврейская принадлежность или то, что быть евреем, больше не имеет значения. То есть, у церкви было такое мнение, точнее, церковь все время хотела отвергнуть еврейскую тождественность. Понимаете? Таким же образом, в 21 главе Деяний Павел, он говорит, что он живет в послушании Торе. В пятой главе послания Галатам, он говорит, если вы обрезаны, то вы ответственны за то, чтобы соблюдать весь закон. Итак, в 1 Коринфянам он говорит, что я стал всем для всех, чтобы спасти хотя бы некоторых. И церковь, она истолковывает это так, что Павел, он ел свинину. Но в тексте это не говорится. Никто не говорит, что Павел, если он ходил к проститутке, он стал сам проституткой. Вы не можете достигнуть культуры, вы не можете стать частью какой-то культуры, стать как они и одновременно сохранить свою культуру. Вам придется свою культуру разрушить. И люди думают, что Павлу, чтобы быть миссионером к неевреям, к язычникам, единственный путь к этому был начать есть свинину. Как будто Романам не ели ничего, а с свинину. Как будто римляне ничего больше не кушали, кроме свинины. Но это выглядит глупо. Они кушали баранину, цыплят, других птиц, ели рыбу. То есть у римлян было полно других продуктов, кроме свинины. То есть ему не было нужды есть свинину, чтобы стать как римляне. Таким же образом, в Галатам, когда появилась партия обрезывающихся, они критиковали Петра за ем с джентилами. А, вот когда пришли обрезанные, они стали критиковать Петра, что он ест с необрезанными. Что там говорит текст? Там не говорится о том, что они критикуют Петра за то, что он ест. Они его критикуют за то, с кем он ест. Все эти попытки говорить, что еврейские верующие не прекратили следовать Торе, а это называется изогетика, но не экзогетика. И я хочу задать вопрос. Почему люди хотят в это верить? Что-то есть в сердце, не желающее принимать то, что еврейская идентичность и призвание по-прежнему важны. Непредвзятое. Непредвзятое. Вот такие попытки, это чистое предположение. Да. Вопросы есть по этому поводу? В 1972 году, это было много лет назад. Это давно. У меня появился такой вопрос. Как должны жить евреи, верующие в Ешуа? Для меня это был вопрос новый. Для меня этот вопрос никогда не вставал раньше. И я жил в знаменитом городе. Чикаго, штат Иллинойс. Кто знает о Чикаго в Иллинойсе? В Чикаго много украинцев. Большой город. И в Чикаго одна из достопримечательностей это огромные теологические библиотеки. Много католических, методистских, пресвитерианских, лютеранских, епископальных и англиканских, конгрессионалистов, евангелических свободных церквей. Там есть огромные теологические библиотеки. Если вы хотите изучать теологию в библиотеках, если вы хотите изучать теологию в библиотеках, Чикаго — это как раз подходящее место. В теологии есть такая область изучения. И началось это чуть больше ста лет назад. Она называется «Ранее еврейское христианство». Это теологическая дисциплина. Кто слышал об этой дисциплине? «Ранее еврейское христианство». Эта теологическая дисциплина она начинает из очевидности текста, который не в Библии, но которые, как верят, пришли от ранних еврейских христиан. Я могу вам назвать множество очень известных имен, которые изучают эту область. Я думаю, что это вам не поможет, если вы только имена захотите узнать. Но если вы хотите знать, то есть он сейчас их говорить не будет, но если вы захотите узнать, можете на перерыве спросить. И за последние сто лет очень многие люди изучали эту область. Католики, протестанты, методисты, баптисты. они все пришли к тому же выводу. Вот я хочу, чтобы вы эту фразу обратили на нее внимание, она очень важна. Апостолы продолжали жить еврейской жизнью, основанной на Торе. И их ученики продолжали, еврейские ученики, жить таким же образом жизни. Потому что ученики ожидали, что еврейские ученики будут продолжать жить еврейским образом жизни. Вы эту фразу восприняли? Вы можете повторить это снова. Записывайте. Апостолы продолжали жить еврейской жизнью, основанной на Торе. И ожидали их еврейские ученики продолжать делать то же. и ожидали, что их еврейские последователи будут делать то же самое. И дальше продолжайте писать. иначе феномен раннего еврейского христианства не мог бы быть объяснен. иначе феномен раннего еврейского христианства не мог бы быть объяснен. Апостолы они обладали властью учить и показывать пример. это утверждение, которое я сделал, согласуется с мнением всех ученых, изучающих еврейское христианство. Я не могу найти ни одного, который бы с этим не соглашался. то есть очевидность или доказательство они в избытке существуют. То есть это изменило направление моей жизни, чтобы принять еврейскую жизнь в Иисусе. Каким образом? Тем не менее не было вопроса. Некоторые из ученых говорили, что в этом правиле были исключения. Это был апостол Павел или Шауль. Но другие ученые говорили, что Павел был в полном согласии. Был ли Павел с другими апостолами согласен или нет? в 1948 в 1948 году была написана очень важная книга. Она по-прежнему издается. Она последние 60 лет не перестает издаваться. то есть, если быть точно, 57 лет она продолжает издаваться. Она называется Павел и раввинистический иудаизм. by W.D. Davies. D-A-V-I-E-S. Это значит W.D. Davies. Автор. Это его инициалы W.D., а фамилия Davies. And Davies was part of a whole reevaluation of Paul's theology. He was part of a movement that reevaluated Paul's theology. То есть, вот этот W.D. Davies, он представлял собой людей, которые пересмотрели, как бы, сделали ревизию теологии Павла. И это привело к тому, что мы сегодня называем новая теология Павла. и есть множество ученых, которые придерживаются этой точки зрения. Многие, многие, многие. Но во времена, когда этот Davies писал эту книгу, было всего лишь несколько. Но сегодня это Davies Дэвид Дауби из Кембриджского университета, Кристалл Стендалл из Гарвардского университета, Марк Ненос, я не знаю, где он учит, Питер Томпсон из Голландии, Даглас Херрик из Канады, Стэнли Стауэрс из Браун университета, Ричард Хейз из Дуг университета, Питер Томпсон из Голландии, его уже упоминали. То есть вы улавливаете, о чем я говорю. Я вам назвал эти имена для того, чтобы вы увидели, что действительно то, о чем я с вами делюсь, имеет вес. И основное учение в этом что Павел преимущественно писал не евреям, то есть язычникам, а не евреям. И писание Павла к евреям нужно очень осторожно применять. И если кто-то читает Павла внимательно, он может понять, что Павел пишет с предполагая, что евреи продолжают еврейскую жизнь. То есть он пишет, предполагая, что евреи продолжают еврейскую жизнь, будучи в Иисусе. Но он пытается разобраться с вопросами закона в контексте нееврейском. Вчера я упомянул ученого Маркуса Бакмьюэла из Кембриджского университета. У меня было привилегии прочитать все эти книги, о которых я упоминал. и поэтому я сейчас суммирую то, о чем я сказал. Хорошо, поймите, что это будет очень широкое такое подытоживание. Я буду говорить о подходе Павла к Торе. И первая книга, которую написал Павел это Коринфянам. И Галаты были написаны перед посланием к римлянам. И я хочу объяснить римлянам для вас. В соответствии с учением Бак-Мюэла учения Павла отличало универсальные этические законы от тех предписаний, которые были для еврейского призвания для этого века. То есть нам нужно учитывать культурный контекст. И это, если я не ошибаюсь, писал об этом Стэнли Стауэрс. То есть есть потрясающие исследования. То есть знаете ли вы, что у греко-римской культуры было понимание о грехопадении человечества. То есть это было у греков. То есть чтобы понять послание к римлянам, нам нужно понимать образ мышления греков, греческий образ мышления. Греки верили, что был когда-то золотой век, рай, и люди жили в полной гармонии друг с другом, и в полной гармонии с богами. Но из-за их эгоизма и зависти, жадности, похоти, человеческая цивилизация, она отпала от вот того чудесного первоначального состояния. и катилась по наклонной. И характеристика человеческой цивилизации, она стала варварской. цивилизации. И характер варварства это то, что страсти и похоти они контролируют всего человека. гнев, гнев, похоть к власти, похоть сексуальная, жадность, они преобладали в человеческом существе. и это состояние мира. И мир он отпал. Кто знает вот эту точку зрения, греческую точку зрения? Учили ли из вас кто-нибудь греческую философию? То есть, мы это могли в греческой мифологии. Эти книги были для нас очень доступны, они во всех библиотеках были греческие мифы. То есть, мы это могли знать. И возможно, это все это понимание это воспоминание, такой отголосок той истины, которая была об Эдемском саде. Вся человеческая раса, она сохранила определенные ранние воспоминания. Вы найдете в Японии, Китае, в индийских преминах и в Южной Америке. две очень таких важных идей. Первое, что человечество началось в лучшем месте, в раю, и потом оно впало в грех. И второе, что был огромный потоп, который утопил большую часть человечества. по всему миру существуют эти истории. Итак, но греки верили, что есть решение проблемы. И решением проблемы являлась греческая цивилизация. греческая римская культура это был такой цивилизованный островок среди окружающего отпадения. лучший из греческих философов их называли стойки. Кто слышал о стойках? Это были лучшие греческие философы. И они учили, чтобы вы состоялись в вашей жизни. Вам нужно контролировать ваши страсти и похоти и привести себя в такое рациональное состояние. Это произошло от философа по имени Платон. Кто изучал Платона? Никто не изучал. Таня не изучала Платона. У Платона ум или наша разумная часть должна была управлять эмоциями, которые потом должны были управлять телом, голова, грудь и чрево. известная иллюстрация Платона это, что лошади похожи на эмоции. И человек, который ведет это, который управляет повозкой, он должен контролировать коней, то есть эмоции. То есть голова это человек управляющий повозкой, а эмоции это кони. Кто из вас помнит это? То есть для удовольствия есть место в жизни, но эти удовольствия нужно очень жестко контролировать. потому что греки верили, что если вы отдадитесь эмоциям эллинистическим путем, извините, гедонистическим путем, то есть это вас приведет к болезни, смущению и так далее. то есть вот это слово dissipation означает, я не знаю его перевод, но оно означает термин, которым греки пользовались, чтобы определить, к чему вы придете, если вы отдадитесь своим страстям. И вот это dissipation означает смущение, болезни и все плохое. вы будете в подавленной и в ничтожном состоянии, если вы удовольствия будут вас контролировать, вы никогда не сможете их удовлетворить и в конечном итоге вы будете очень огорчены из-за этого. Давайте то есть греки об этом писали. греки писали вот о людях, которые постоянно были зависимы от сексуальных желаний. Они говорили, что такому человеку он во-первых никогда не отдыхает, во-вторых никогда не удовлетворяется. Понимаете? Все понимают? Или они описывали зависимого от алкоголя. Он пьет для удовольствия и никогда не удовлетворен. если человек жаждет власти он никогда не довольствуется имеющейся властью. То есть вот эта мораль греческая или эллинистическая она сама по себе довольно неплохая. то есть стойки учили о самоконтроле. Итак, какой же ответ? Греки учили, что ответ вот в чем. изучение философии и философской этики позволит человеку контролировать себя. И ключевым ответом на человеческие проблемы это было пойти в школу и изучать там греческую философию. вот был в этом ответ. Все ли понимают это? Ты не понимаешь? Олга doesn't understand. Греки думали, что способ, каким можно скажем подчинить себе свои страсти и желания это изучение философии. Трудно поверить, но греки именно так думали. Есть ли кто-то еще, кто не понял? чувствовала где-то это? А как же евреи реагировали на это? Поскольку евреи с греками контактировали, они решили, контролировать свои похоти и желания можно изучать Тору и жить по ней. Вчера я упоминал, что древние греки, они знали об учении Моисея. И самые высокие этические стандарты древнегреческие, они пришли от Моисея. И это можно видеть в утверждении Якова, что Моисей проповедуется по всем городам с древних времен. И через изучение Торы и в желании жить по Торе человек мог обуздать свои страсти и желания. Возникала еще одна еврейская проблема. Евреи верили, что одна из важных вещей, как обуздать свои желания и похоти, это отвергнуть и дало поклонство. Потому что греческие боги сами водились страстями и похотями. Не забавно ли? Это смешно. Правильно? в еврейском мышлении поклонение идолам не помогало, это только делало ситуацию хуже. и ключевой пример это храмовая проституция. Вы поклонялись Богу, занимаясь сексом с проституткой. Хорошо. у римлян павел отвечает на две эти ошибки. И аргумент у него таков. ни греческая мудрость. Вы это также увидите в первом коринфянам. Не изучение Торы не могут нас освободить от рабства, страстей и желаний. То есть это его аргумент. То есть тут не стоит вопрос о месте закона как этического стандарта. Но это спор о полном отличном подходе к закону. Римлянам первая глава говорит о гневе Божьем грядущем с небес. И здесь Павел говорит римскому миру в терминах, с которыми они должны были согласиться. Римлянам первая глава 24 стих. «То и предал их Бог в похотях их сердец, их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». и 26-м стихе «Потому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». 29-й стих «Так что они исполнены всякой неправдой, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательные на зло, непослушные родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы». «Как римляне могли это читать?» «Аморальные римляне они бы согласились». Потому что римляне в те времена они были аморальны. Извините, пожалуйста, я перевел не совсем правильно. В то время моральные римляне, те, которые придерживались морали, они бы согласились с тем описанием в первой главе римлян. Они бы согласились с этим. Например, если бы вы читали Сенеку, и его идеи были таковы, что начальный период существования Рима мораль была выше, чем последствий. И греховность варваров, она стала нормой в Римской империи позднее. Например, если бы вы почитали Плутарха, он описал Свитонием, жизнь двенадцати цезарей, такая книга. Кто читал это? Свитонием одобряет ли Свитонием жизнь цезарей? Он в ужасе описывает их грехи и безобразие, их похоть. Он в ужасе. Философы они описывают, что падение в греко-римском мире, оно связано с аморальностью. Они говорили, что греко-римский мир, он впал в те же страсти и похоти, которыми обладал мир варварский. И это было большой проблемой для философов морали того времени. Клаудиус, вы, возможно, помните императора Клавдия, который пытался восстановить классическую римскую мораль. Но он являлся исключением. У вас есть какие-нибудь воспоминания об этом? Роман лоу. С другой стороны, Павел добавляет нечто весьма отличное, то, что является еврейским. Павел, он видит корень проблемы в идолопоклонстве. это связано с тем, что не поклоняются истинному Богу. И из-за этого мир впал в эту проблему. И это очевидно, потому что те боги, которым поклонялись греки и римляне, они сами страдали от похотей. как они вас могли от этого освободить? Но заметьте, но некоторые философы не верили в богов. Я думаю, что Синека скорее всего в богов не верил. То есть, то, что Павел пишет в первой главе римлянам о состоянии человечества, для римлян это было очевидно, они осознавали, что это так. И я хочу еще сказать кое-что об этом. Что Павел приходит к выводу, что этот мир находится под судом Божьим и гнев Божий направлен на него. Потому что люди, не поклоняясь истинному Богу и будучи вовлечены в грех, то есть, мир, он находится в рабстве греха, и Бог за это посылает свой суд. и он им позволяет еще глубже погрузиться в этот грех. То есть, Павел описывает состояние мира. Давайте сделаем перерыв и потом перейдем к еврейскому ответу первого века нет.